Здравствуйте, мы очень рады, что вы смотрите сегодня нашу программу. «Железо испытывают огнем оправедному человеку искушением» — это цитата из работ голландского монаха-августинца Фомы Кемпийского. Я думаю, что работа с искушениями знакома каждому христианину, как и проигрыш в ней. Но есть ли какие-то советы, которые смогут помочь нам в нашей ежедневной борьбе? Пастор Вольфганг Вегерт, взяв за основу своей проповеди отрывок из 14 главы Евангелия от Марка, расскажет нам, как нам лучше всего подготовиться ко встрече с искушениями. Кроме того, вы узнаете, что может подарить нам надежду и уверенность, если мы все-таки не устоим перед каким-то искушением. Мы очень рады тому, что у нас есть возможность изучать Слово Божие. В прошлый раз, когда мы обращались к Евангелию от Марка, мы рассмотрели эпизод, в котором Иисус вместе со Своими учениками устроил в горнице пасхальную трапезу, или по-другому — вечерю Господню. Затем Он отправился вместе со Своими учениками на Иллионскую гору, и сейчас мы прочитаем о том, что произошло там. Итак, Евангелие от Марка, 14 глава, с 26 по 31 стих. Тут сказано «И, воспев, пошли на гору Иллионскую, и говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь обо Мне, а в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы, по воскресенье же Моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал Ему, «Если все соблазнятся, но не я, и говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту же ночь, прежде, нежели дважды, пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Но он еще с большим усилием говорил «Хотя бы». Мне надлежало и умереть с тобою. Не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. Итак, так говорили все. В своем послании к Ефесиным Павел написал очень важные слова, которые просто прекрасно сочетаются с теми событиями, которые мы рассматриваем сегодня. Он писал там для сего, «Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». У Петра и других учеников Христа был настоящий злой день. Такие дни и часы бывают у нас всех. Например, такой злой день был и у Иова. Когда Иисуса в пустыне искушал дьявол, у него тоже был этот злой день. И у Давида был злой день, когда он покусился на Версавию и разрушил ее брак. И здесь мы тоже видим искушение и злой день. А еще мы видим здесь то, что Петру явно не хватает реализма. Он себя переоценил. Очень. Он переоценил свои собственные силы и естественные способности. Он не знал, что будет с ним, когда он столкнется с искушением. Павел в первом послании к Оринфянам писал такие слова. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». В Библии есть множество примеров, к которым мы можем отнести и это предупреждение. Это примеры падения людей. Я уже упоминал о Давиде. Давайте еще вспомним для наглядности пьяного Ноя. Так же мы можем вспомнить о том, как соврал Авраам и о том, как Петр в итоге все-таки трижды отрекся от своего Господа. А ведь до этого он восклицал, что никогда так не поступит. Таким искушением подвержены и христиане, а в наше время это касается и обычных проповедников, и пасторов, уже имеющих имя. Дорогие прихожане, дорогие друзья, дорогие коллеги-пасторы и дорогие коллеги-проповедники, послушайте меня. У нас нет никакого повода хвалить себя. Кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Особенно тот, кто думает, что стоит. Возможно, вы только думаете, что стоите. Но на самом деле все выглядит совсем по-другому. Я сейчас вспоминаю одно собрание лидеров церкви, на котором обсуждалось, какие дисциплинарные взыскания следует вменить пастору, который тайно изменял своей жене. Один из присутствующих там пасторов очень строго осудил своего падшего брата. разумеется. Все мы считали, что этого пастора следовало как-то наказать. Но этот осуждающий пастор был просто безжалостен. Он предлагал довольно жесткие карательные меры касательно этого падшего брата. Когда он выступал со своими предложениями, я сердцем своим подумал, похоже, этот человек ничего не боится. Возможно, ему однажды понадобится милосердие. А чуть позже выяснилось, что этот так называемый судья в то же самое время сам жил в еще более серьезном грехе. Дорогие прихожане, даже обладая всей необходимой церковной дисциплиной, которая у нас есть, потому что к этому обязывает нас Библия. Мы всегда должны помнить о том, что мы сами тоже можем впасть в грех, если Бог не будет милостив к нам. Нам никогда не следует смотреть на других людей сверху вниз, но всегда помнить, что мы тоже иногда можем оступиться. Нам следует всегда быть реалистичными и мысли трезво, потому что даже в нашей жизни бывают или могут быть злые дни, если мы постараемся извлечь из нашего сегодняшнего отрывка какой-то урок касательно искушения. Нам следует также понять, как к нам подкрадывается искушение. Оно не присылает нам своевременного предупреждения с заголовком «Внимание! Сейчас вас настигнет искушение». Нет, оно не отправляет вам открытку или имейл с такими словами. Я приеду сегодня в пять вечера. Тебя ждет испытание, так что хорошенько подготовься к нему. Нет, нет. Друзья мои, так грехи к вам не приходят. Они приходят, когда вы меньше всего их ожидаете. Они приходят, когда вы не рассчитываете на то, что они к вам придут. Именно так произошло и с Петром. Он сидел у огня во дворе первосвященника, полностью погрузившись в мысли о том, что же вообще происходит. Он много думал, но так и не понял, что произошло. Но случилось так, что в это время мимо проходила одна молодая девушка. И она сказала всего-то одну фразу, а вот этого я тоже знаю. Это один из тех, кто был с Иисусом? Молодая девушка сказала, а, я знаю этого человека. наверное, она где-то видела его, когда он шел вместе с Иисусом. Где-нибудь на улицах Иерусалима? Или, например, в храме? Мы этого точно не знаем, но мы знаем, что она сказала, а, я-то знаю его. А таком Петр и подумать не мог, никто не мог предугадать, что какая-то молодая девушка служанка, увидев Петра, скажет, я знаю его, всего одну фразу, и Петр пал духом, разве Иисус не говорил, ты, Петр, камень, и на этом камне я создам мою церковь, всего одна молодая девушка, всего одна фраза, и этот камень рухнул полностью. Вот она, эта причина. А вот почему Иисус в Евангелии от Марка говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, потому что искушение приходит к нам внезапно и неожиданно. Тот же самый Петр, который в нашей сегодняшней истории пал духом, позднее в своем первом послании к церквям писал «Трезвитесь!» Он знал об этом по себе. Он прекрасно помнил, как это было с ним. Поэтому он писал «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотиться. Сегодня просто прекрасный день. Сегодня светят солнце. У вас замечательные планы на сегодняшний день. Что же может пойти не так? Сегодня все будет хорошо. Но послушайте, дорогие христиане, не надо жить как во сне. Вы должны всегда бодрствовать. Бодрствуйте и молитесь без передышки. Всегда будьте начеку. Даже сегодня, грех не будет о себе вежливо объявлять. Бог никому еще не сообщал о грядущих грехах. Грех прячется за дверью. Он не стучится и не звонит в нее. Он не объявляет о своем прибытии. Он действует так же, как враги, готовящие нападение. Вот почему он прячется за дверью? Но ты, сказал Бог. «Вас цари над грехом, бодрствуйте и молитесь». Это очень важные слова. А вот почему мы просим нашего Господа наделить нас этими дарами. Ведь следующая вещь, которую я вам скажу, будет вот такой. Искушение чаще всего атакует наше самое слабое место. В послании к евреям сказано, «Свергнем себя запинающий нас грех». Эти слова следовало перевести так. «Давайте бороться с грехом, перед которым мы так уязвимы». Да, именно так. «Перед которым мы так уязвимы». В жизни Петра был один грех, перед которым он по всей видимости был очень сильно уязвим. Когда Иисус призвал Петра стать его учеником, он сказал, «Симон, не бойся, теперь ты будешь ловить человеков». Иначе говоря, Иисус сказал ему, «Иди к людям и не бойся». Но Симон почему-то медлил, у него была одна слабость. ему всегда было очень важно, что о нем думали другие люди, и это касается нас с вами также. Давайте вспомним, что сказано в послании к Галатам. Там мы можем прочесть о том, как Петр сел есть с язычниками в Антиохии ради свободы Благой Вести. Как же это чудесно, но когда к ним присоединились евреи и христиане, которые еще соблюдали иудейские традиции, он тут же ушел, потому что считал, что они не должны были видеть его у язычников. Он боялся того, что скажут люди. Он думал, «А что подумают обо мне эти иудеи?» Поэтому он и ушел оттуда. После Павел обратился к Петру и обвинил его в лицемерии из-за его страха перед тем, что скажут люди. Жизнь Петра отягощалась тем, что он боялся того, что скажут люди. Вот в чем была его уязвимость. Можно сказать, что это была его ахиллесова пята. Ему необходимо было избавляться от этого греха, который сбивал его с толку и перед которым он был так уязвим. И вот тут я хочу задать вам вопрос. А в чем ваша уязвимость? Друзья мои, дорогие христиане, дорогие братья и сестры, в чем заключается ваша слабость? Каким грехам вы подвержены? Возможно, это вожделение? Возможно, вам легко вскружить голову, и вы часто не понимаете, что вас используют? Возможно, вы очень любите деньги, и эта любовь постоянно заставляет вас нарушать различные правила. Это могут быть также зависть и гордыня, боязнь повредить свою репутацию. В чем заключается ваша слабость? Подумайте об этом. Определите, где вас обычно преследуют искушения. Например, Петр боялся того, что скажут люди. Он испугался даже слов служанки, в глазах которой он хотел выглядеть хорошо. Он боялся, что она потом может сказать о нем что-то плохое. нет, он этого просто не вынесет. Но дорогие прихожане и дорогие друзья, Бог верен нам. Петр благодаря благодати Божьей все-таки встал на путь истинный, когда он от всего сердца заявил, что он достаточно силен для того, чтобы умереть за Иисуса, все оказалось совсем не так. Но послушайте, всего через шесть недель, а что было через шесть недель, в тот день мы увидели так боящегося людского мнения Петра, выступающим перед толпой людей. Он стоял перед тысячами людей и говорил о своей вере во Христа. Да, теперь он не говорил. Я его не знаю и никогда не знал нет. Теперь он говорил, я знаю его, я один из них, я принадлежу ему, я его посланник и говорю и проповедую то, о чем говорил он. Какие же прекрасные перемены произошли с Петром. Но это произошло не само собой. Он переменился благодаря Божьей благодати. Он изменился благодаря Божьей благодати. Из человека, подверженного определенному греху, он превратился в того, кто этот грех преодолел. Кроме того, мне бросилась в глаза еще одна вещь. Петр, слишком переоценивая себя, сказал Иисусу, «Я готов умереть за тебя». Разве он был готов? Разве что устами своими? Но на деле он этого не смог. Тогда он удрал. Но что же произошло в конце его жизни? Что произошло в конце его жизни? Согласно дошедшим до нас историческим источникам, Петра распяли прямо перед воротами Рима. При этом он попросил, чтобы его распяли вверх ногами, потому что он считал, что он не достоин быть распятым так, как был распят его учитель. В конце своей жизни этот отрекшийся от Иисуса, этот лжец, этот пустозвон, этот человек, которому много чего не хватало, решил добровольно умереть за Христа Иисуса. Так что, друзья мои, вот что делает с нами Христос. Мы с вами несчастные и беспомощные людишки, отрекшиеся от Него. Мы ни на что не годимся. Сами по себе мы ничего не добьемся. Но стоит нам только сказать, Господи, я знаю, что я согрешил, но Ты же знаешь, что я Тебя люблю. Например, Петра он наставил на путь истинный. Вот это и приносит нам надежду. Он наставит и вас на путь истинный, он наставит и меня на путь истинный, да славится имя Его. Аминь. Мы хотим нести людям благую и утешающую весть о том, что Иисус Христос ждет верующих на небесах, а также мы оказываем и конкретную помощь, нуждающимся в ней, на всех континентах нашей планеты, через наши гуманитарные и диаконические проекты. Бог с уверенностью говорит, что Его дети перетерпят все до самого конца, но при этом для людей, оказавшихся в трудной ситуации, важна и конкретная помощь братьев-христиан. Наша церковь тоже оказывает такую помощь посредством гуманитарных проектов во многих странах мира. Сейчас мы покажем вам небольшой сюжет о том, как такая помощь стала настоящим благословением для жителей Замбии. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok